так сейчас поговорим о звуковых колонках значит рассмотрим какие у них есть параметры чем они отличаются друг от друга значит но для начала самое очевидное значит отличаются они друг от друга ценой значит вот можно зайти на яндекс маркет и посмотреть самое дешевое 150 так самые дорогие 23 так но это среди таких домашних компьютерных колонок то есть по большому счету сюда не входят такие аудиосистемы которые но чуть подороже чуть попрофессиональные те могут стоить там под сотню тысяч так снова на но в принципе это сейчас неважно в общем есть такой параметр цена по которому колонки как раз отличаются друг от друга значит еще один параметр это так качество звучания значит это пожалуй основной параметр по которому все мы будем выбирать колонки насколько они качественно звучат значит качество определяется чистотой звука значит отсутствием посторонних шумов вот ну и как-то вот насыщенностью насыщенностью звучания в общем сложно описать чем отличается качественный звук от некачественного проще один раз послушать и составить свое собственное представление значит качество звучания это вот ну пожалуй основной параметр значит идем дальше вот тут есть такой параметр как тип значит он показывает сколько колонок будет входить в комплект то есть колонки продаются конфликтом по одной они редко продаются хотя вот есть такой вариант но для домашнего использования ну имеет смысл брать минимум две колонки но чтобы они были в комплекте то есть левая и правая чтобы можно было проигрывать но стереозвук так значит что означает все вот эти вот волшебные цифры рассмотрим на примере так вот есть колонки системы 21 вот собственно 21 так значит они состоят из двух маленьких колоночек сателлитов и вот одной большой колонки которая называется сабвуфер значит сабвуфер это колонка которая воспроизводит только низкие частоты так называемые низы или басы это те частоты от которых такая довольно таки ощутимая вибрация может происходить если ну колонки включить погромче может даже там посуда в сервизе затрястись если колонки достаточно мощные в общем вот эти вот те самые низы которые дают силу звука что за них отвечает вот в этом комплекте за них отвечает вот этот вот сабвуфер который расположен посередине те колонки по бокам которые как я уже говорил называются сателлиты они собственно отвечают за воспроизведение ну вот оставшиеся звуковой сцены так скажем если говорить более конкретно то там характеристиках указано четко по частотам которые воспроизводят сателлиты и сабвуфер значит весь комплект вот этих трех колонок воспроизводит от 50 до 20000 герц значит сами сателлиты воспроизводят от сотни до 20000 вот а сабвуфер воспроизводит от 50 до 300 ну то есть только самые самые низкие частоты так значит значит понятно вот в чем суть этого комплекта значит и еще раз напомню значит вот это вот был пример акустики 21 то есть у нас два сателлита один сабвуфер вот собственно вот эти цифры так и получается здесь 515 сателлитов один сабвуфер здесь 41 вот 4 сателлита один сабвуфер значит хочу сказать отдельно собственно зачем нужен вот сабвуфер почему нельзя просто вот сделать две колонки которые будут играть звук ну так получается что нельзя сделать такой динамик который ну или может быть очень сложно сделать такой динамик который одинаково хорошо воспроизводит весь спектр частот поэтому вот решили вот сделать отдельную в колонку в которой будет стоять один динамик который будет отвечать только за ней на за нижние частоты вот и в целом качество системы вот с нас наличием сабвуфера но гораздо выше ну я имею ввиду качество звучания то есть вот такая система например из трех колонок будет звучать гораздо качественнее чем вот такая же система из двух колонок без сабвуфера так то есть сабвуфер наличие сабвуфера повышает качество воспроизводимого звука хорошо так зачем нужны еще там допустим вот две или три колонки то есть у нас есть два сателлита у нас есть один сабвуфер зачем нужно еще больше колонок так сейчас открою paint нарисую значит вот допустим человек это вид сверху вот у него одна колонка вот у нее вторая колонка значит ну если колонок 2 то естественно не ставится перед ставят их перед собой вот здесь допустим будет стоять монитор то есть это такой компьютерный стол и вот слева и справа по одной колонке значит звук естественно из них будет доноситься до человека вот так вот то есть так вот из левой так вот и с правой соответственно за ним никакого звука не будет то есть если человек будет слушать звук из этих двух колонок то у него будет ощущение что звук находится только спереди ну в принципе оно так и есть вот если мы хотим погрузить человека в звуковую атмосферу то тогда ну единственный способ это сделать добавить еще колонок вот мы добавляем еще колонок добавили еще две соответственно звук будет распространяться теперь еще и вот так и и вот при таком расположении и если человек находится вот ровно посередине на одинаковом расстоянии ну это в идеале так должно быть на одинаковом расстоянии от колонок то ему будет казаться что звук который они воспроизводят но он он повсюду он по всей комнате и вот это вот ощущение погружения в звуковую атмосферу она но скажем так вот используется например вот в кинотеатрах она используется в компьютерных играх то есть но она она добавляет эмоции добавляет ощущений собственно и вот этот вот параметр кстати запишем количество колонок и вот этот вот параметр который здесь вот тип назван он как раз вот по нему можно выбирать какую вы систему хотите хотите чтобы у вас вся комната была наполнена звуком да тогда надо выбирать вот там либо систему 51 либо система 41 так но судя по количеству предложение система 41 вообще-то не особо актуально то есть вот на система 51 по моему как раз она является стандартом вот стандартом который используется вот при записи звука например там вот в кино на 9 так то есть вот все домашние кинотеатры если я правильно помню вот как раз работает по системе 51 так ладно с этим параметром разобрались идем дальше значит мощность каждая колонка обладает мощностью и эта мощность измеряется в ваттах вот мощность влияет на то насколько грубо говоря громко влияет к кушу влияет насколько громко играет колонка то есть насколько большой объем помещения она может наполнить своим звучанием то есть если вы поставите маленькие колоночки в маленькую комнату то будет достаточно но маленькие колоночки там например ставить на стадион бессмысленно потому что не хватит мощности чтобы вот но заполнить звуком вот такой большой объем помещение так но при выборе колонок я например практически не смотрю но не знаю если смысл смотреть на этот параметр мощность вата потому что ну 99 процентов что вот все предложенные модели они будут вот достаточной мощности чтобы ну не знаю там чтобы обеспечить вот звук ну например там в средней комнате так вот есть еще такой параметр материал корпуса сабвуфера и материал сателлитов значит когда-то давно когда вот я интересовался выбором колонок читал форума и вот там вот мелькала такая мысль что мол самый лучший материал для изготовления корот колонок это дерево я уже не помню почему но видимо из-за каких-то своих акустических свойств то есть ну не знаю насколько это вот обычному человеку важно но вот тот человек который профессионально будет подходить к выбору колонок он наверное вот знает какой материал ему лучше так ну давайте посмотрим какие еще есть характеристики ну вот хотя бы вот у этого набора колонок так а ну вот значит есть еще такой важный параметр соотношение сигнал шум собственно вот этот вот параметр он как раз и показывает чистоту звука то есть чем выше вот этот параметр на децибелах измеряется тем лучше собственно все 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 очень просто то есть чем больше у нас полезного сигнала и чем меньше шумов тем качество итогового звука будет лучше так про частоты я говорил ну естественно да чем шире диапазон частот тем лучше но практика показывает что сейчас вот все пишут хорошие все производители пишут что вот у нас там такой широкий диапазон частот но колонки играют очень по-разному так что смысла на думаю на это обращать внимание нету а вот этот вот параметр он как раз поважнее но опять же тут тоже можно в общем не стоит особо доверять вот вот этим вот параметрам которые производители пишут к своим продуктам и вообще при выборе колонок лучше всего конечно их самостоятельно прослушивать и оценивать вот вам нравится это звучание или не нравится потому что но зал заочно я думаю колонки не получится выбрать но только если по отзывам так значит а ну да еще пару слов о брендах наверно значит при выборе колонок конечно важно учитывать то какой фирмы они ну какая фирма их производит значит я помню что лет пять назад может быть даже восемь очень были актуальны колоночки фирмы микролаб причем линейка называлась соло сейчас вот по популярности отсортируем ну вот да есть такие значит вот они из разных модификаций соло семь соло шесть вот я помню тогда были очень актуальны соло именно два но даже сейчас даже сейчас есть не знаю то ли это модель или не то вот но я помню тогда все очень на форумах нахвалили мол лучшее соотношение цены качества то есть вот за эти деньги мол самый лучший звук вот других брендов к сожалению не знаю потому что в колонках в колонках не очень силен потому что я я для себя для домашнего использования выбрал наушники почему я это сделал я рассказывал в уроке как раз про наушники так значит количество колонок ну что тут еще можно мощность до мощность но и давайте материал материал корпуса колонок вот так но интерфейс usb для подключения компьютера это так уже уже мелочи ну ладно я думаю в принципе принципе все что все что хотел я сказал по этому поводу по этому поводу